Не прогневай нас безмерно, не вспоминай беззакония наши, но яви ныне любовь свою к нам, помилоседуй Твоему, и избавь нас от врагов наших, ибо Ты Бог наш, ибо люди Твои, созданный рукой Твоей, имя Твое призываем. И ныне присно и варить не веков, аминь. Милосердие двери, открой нам благословенная Богородица, чтобы, надеешь, на Тебя не погибли, но избавились Тобой от бед, ибо Ты спасение рода христианского. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Божий вечный, Царю всякого создания, давший мне дожить до часа сего, прости мне грехи, которые я совершил в этот день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дай мне, Господи, в ночь отумирный сон, чтобы, восстав от смиренного миложа, угадал я при святом имени Твоему во все дни жизни моей, и побеждал восстающих на меня врагов плоских и бесплотных, И избавь меня, Господи, от помышлений сонных, и скверняющих меня, и похоти лукавых, ибо Твое есть Царство, и Сила, и Слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержитель, Слово Отче, Сам совершенцы Иисусе Христе, Многие ради милосердия Твоего, Никогда же отлучайся мне раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не попусти мне во мне бунта бесовского, и не дай вожделением сатанинским обладать мною, ибо семя тли во мне есть. Ты, Господи, Божий наш, которому поклоняемся, Царь Святой Иисусе Христе, спящий меня в сохранении меркнущим светом, Духом Твоим святым, которым освятился Твоих учеников. Дай, Господи, мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложенное, просвяти умы и святому разуму Святого Ивангелия Твоего, душу Любови Христа Твоего, сердце чистотой Слова Твоего, телом и Твоим страданиям всепобеждающим, мы и с моим Твоим смирением сохрани, и предними мне на длежащее время славить Тебя, ибо Ты прославлен с обезначенным Твоим Отцом и с Пресвятым Духом вовеки. Аминь. Господи, Боже наш, все, в чем я согрешу сегодня, словом делом помышлениям, как благой человек любит, прости мне, нервный сон из мятежной дары мне, ангел Твоего хранителя, пошли, сохраняющим и защищающим меня от всякого зла, ибо Ты хранит душ и тело наш, и Тебе Слава, Слава, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки. Аминь. Господи, Боже наш, в Которую веру, и имя Которого более всякого имени призываем, дай нам косну отходящего облегчения души и тела, и сохрани нас от всякого мечтания и темной страсти, оставив удаление страстей, угости огонь вожделения интересных. Дай нам жить целомудренно, в делах и словах, да проводя добровольную жизнь, не лишимся обещанных Твоих благ, ибо Ты благословен во веки. Аминь. Господи, не лиши мне небесных Твоих благ, Господи, избавь меня вечных рук, Господи, умом и непомышлением, словом и делом совершу простение, Господи, избавь меня от всякого невидия, забвения, малодушия, рекоменения и чувства, Господи, избавь меня от всякого искушения, Господи, посвятимое сердце, омраченое лукавым похотением, Господи, я как человек совершил, Ты как Бог, щедрый помилуй меня и ненависть души моей, Господи, проши благодать Твою в помощь, недоброславимый Твое святое, Господи, Иисусе Христе, нам ищи меня, арабатывая в книге жизни, даду мне конец благу, Господи, Боже мой, как я ничего доброго не сотворил перед Тобой, дай мне по благодати Твоему положить начало благу, Господи, окропи сердце моего росой благодати Твоей, Господи, небо и земли, помяни меня грешным, арабатывая скверного и нечистого Царства Твоего, Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не оставь меня, Господи, избавь меня от напасти, Господи, дай мне мысль доброго, Господи, дай мне слезы и память о смерти и сокрушении, Господи, дай мне стремление к исповеднику грехов моих, Господи, дай мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дай мне терпение, великодушие и крутость, Господи, всти мне корень добра, страх во сердце моё, Господи, дай мне любить Твою, Тебя от всей души и моей помышления во всём творить волю Твою, Господи, защити меня от людей неких и бесов и страстей и от всякой иной непотребной вещи, Господи, Ты творишь, как желаешь, да будет воля Твоя во мне грешна, ибо Ты благословил веки, Аминь. Благого Царя, Благая Мать, Пречистая Богословенная, Богородица Мария, Милый Сын Твоего и Бога Нашего, Излей на страстную мою душу и наставь мне надеяние благое, да прочее время живота моего беспорока в деду, да табора одобряющего, Богородица Дима, Единая, Чистая и Богословенная. Ангел Христов, Хранитель мой Святой, Покровитель души и тела моего, всё мне против, чем я совершил в сегодняшний день, и от всякого коварства нападающего меня врага избавь меня, чтобы никаким грехом я не прогнил Бога моего. Но болезнение грешен и достойного раба, яко достойно покажете малости, благости и милостей всей Святой Троицы, и Матери Господу Иисуса Христа и всех святых. Аминь. 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 Господи, благослови на чтение Святого Евангелия Твоего. Так, Марка 1. Никита, прочтёшь? Сейчас. Первую главу читать просто? Алло. Марка 1 глава. Евангелие от Марка 1 глава. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков. Вот я посылаю ангела моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря, идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающийся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глаз был с небес, ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Немедленно после того дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Заведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Заведея, в лодке с работниками, последовали за ним. И приходят в Капернаум. И вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал, «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря, «Замолчи и выйди из него!» Тогда дух нечистый, сотрясший его, и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает, со властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему, «Все ищут тебя!» Он говорит им, «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. «Приходит к нему прокаженный, и умоляй его, и падай пред ним на колени говорить ему, «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, «Хочу, очистись». После сего слова проказа Тачас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, Тачас отослал его и сказал ему, «Смотри, никому не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем. Так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Все. Следующий Сирахов, 28. Так, тоже я читаю. Да, да. Сирахов, 28 глава. Многие погрешали ради маловажных вещей, и ищущий богатство отвращает глаза. Посреди скреплений камней вбивается гвоздь. Так посреди продажи и купли вторгается грех. Если кто не удерживается тщательно в страхе Господнем, то скоро разорится дом его. При трассе нерешета остается ссор. Так нечистота человека при рассуждении его. Глиняные сосуды испытывается в печи, а испытания человека в разговоре его. Уход за деревом открывается в плоде его. Так в слове помышления сердца человеческого. Прежде беседы не хвали человека, ибо она есть испытание людей. Если ты усердно будешь искать правды, то и найдешь ее и обличешься ею, как по дирам славы. Птицы слетаются к подобным себе и истинно обращаются к тем, которые упражняются в ней. Как лев подстерегает добычу, так и грехи, делающих неправду. Беседа благочестивого всегда мудрость, а безумный изменяется, как луна. Среди неразумных не трать времени, а проводи его постоянно среди благоразумных. Беседа глупых отвратительна, и смех их в забаве грехом. Пустословие много клянущихся поднимет дыбом волосы, а спор их заткнет уши. Ссора надменных кровопролитие, и брань их несносна для слуха. Открывающий тайны потерял доверие, и не найдет друга по душе своей. Люби друга, и будь верен ему, а если откроешь тайны его, не гонись больше за ним. Ибо как человек убивает своего врага, так ты убил дружбу ближнего. И как ты выпустил бы из рук своих птицу, так ты упустил друга, и не поймаешь его. Не гонись за ним, ибо он далеко ушел и убежал, как серна из сети. Рану можно перевязать, и после ссоры возможно примирение, но кто открыл тайны, тот потерял надежду на примирение. Кто мигает глазом, тот строит козни, и никто не удержит его от того. Перед глазами твоими он будет говорить сладко, и будет удивляться словам твоим, а после извратит уста свои, и в словах твоих откроет соблазн. Многое я ненавижу, но не столько, как его, и Господь возненавидит его. Кто бросает камень вверх, бросает его на свою голову, и коварный удар разделит раны. Кто роет яму, сам упадет в нее, и кто ставит сеть, сам будет уловлен ею. Кто делает зло, на того обратится оно, и он не узнает, откуда оно пришло к нему. Посмеяние и поношение от гордых и мщение, как лев, подстерегут его. Уловлены будут сетью радующиеся падений благочестивых, и скорбь измождит их прежде смерти их. Злоба и гнев тоже мерзости, и муж грешный обладает ими. Так, 2 Тимофея, 3 глава. Знай же, что последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Сим принадлежать тем, которые вкрадываются в домы, и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как и они, и и Амврии противились Моисею, так и сии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, иконии, листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение веры из Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен, Божий человек ко всякому добру делу приготовлен. Конец третьей главы. Виталий, ты тут? Да, 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 да я что-то у меня задремал. Давай, стоп, поклону. М-м, хорошо. Слава тебе, милосердный наш Господь Иегова Ауаочи. Свят, свят, свят Господь Своего, вся земля полна славы Твоей. Господь, усни наш отверзий, что устанешь и воззвестят хвалу Твою. Господь и Бог наш, слава тебе, милосердный Господь Иегова Ауаочи. За то, что ты нас собираешь у Слова Твоего, чтобы мы уникали, просвещаясь, освещаясь, очищаясь. Слава тебе за наших наставников. Отца Игнатия, отца Игнатия. Благослови их Господи. Брановыцкую, поделяю свою общину. Дели благовестия, укрепи их. Вспомощи Твоем. Да придут новые люди ко Христу Господу нашему. Отсутствие на Духу Святого. Господи, даруй мне, даруй мне, посвятую веру в Тебе. Трат Твою святую ожидание суда Твоего. Даруй мне любовь к Святой Библии и к долгованию Церкви. Господи, даруй мне рассудительность, премудрость и рассудительность, слава моего мужества, давить двое веру в раму. Даруй мне решительность и решимость, любовь, какую гнать. Даруй мне раскрытие, преумножить таланты, Господи, и послужите мне во славу имени Твоего Святого и на пользу ближнему. Для этого пошли добрых наставников, помощников, советников, соратников, благодетелей всех людей и добровольных, тайных явных, умных, помышлений в одни и ночи, во всей жизни великие малогрехи мои прости и соблазн, который подавал имя, где я подавал, слава Господи, но благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаиваться в спасении. Это помощь Духа Твоего Святого и молитвы Святой. И хвала Тебе. Аллилуйя. Пресвятая Владыча Богородица, Престадева Мария, Матерь Христовая Наша, спаси нас молитвами Твоей Святыни. Матерь Божия, сколько раз Ты приходила на помощь, не оставь и ныне нас вопиющих Господу, дабы молитва наша достигла престола Его. Нет, чудо, извиняюсь. Матерь Божия, сколько раз Ты приходила на помощь, не оставь и ныне нас вопиющих Господу. Аминь. Слава Тебе, Матерь Божия, Рождество Твоего. Святый Ангел Божий, Хранитель мой добрый, мой Бог, а мне грешно. Добрый мой ангел, благодарю Тебе, сколько лет Ты хранишь мою душу и много различных опасностей, как в пути и в воздухе, на земле и в водах. Здесь, в Суду хранишь и защищаешь, невидимых злоумных духов, которые могут погубить сразу. Без покаяния не отпусти из этой жизни. И в смертный час не покинь, когда душа будет разлучаться от дела. И проведи душу макомутарством страшным и непонятным. И веди душу макомутарством страшным и непонятным. И веди душу макомутарством вечным в Царство Христа Бога нашего. Святый Ангел Божий, пророче, притечи крестителю Господень, молю Бога нас. Господи, научи нас жить. Метод Моряка своими, и вы меня простите, как бы что-то добавляют, забили их с худостей, в равной степени быть скромными, благочестивыми и довольными. В худости не возрабатывать удовольствие с обитанием, одежды и жильем. В достатке не прилагать к нему сердца, послушайте ближнего слава Христа Бога нашего. Но очень всегда и во всем искать прежде всего Царство Божие, и правды его, и добудутся на слава Господни, блажение давать и жили, принимать, и укрепить нас. Того не срешится начальствующих и правителей грозных, а возвещать истину Христову смело, доверяя Духу Святому, любящему нас в совершенство. Да, усилуйся от верности Христу Богу нашему. Аллилуйя, коснись отец патриархов, митрополитов, епископов, священников, диаконов, всех тех, кто является служителем Господи Бога нашим. Благослови их. Аминь. Святитель Роджа Наш Никола, великийский чудотворче, образ крутости и воздержания, добрый архипастер славец, моли Бога нас. Сколько раз Ты приходил на помощь, не оставь и нынешний нас, вопиющий Господь. Того молитва наша достигла Христового, скоро поможем в деле. Благодарим Тебя, священник Твоя людьми и животных. Слава Тебе, Господи, за святителя Твоего Николая, за всех святых Твоих. Мирного Бога, так заботящегося о своем творении, как Ты. День Бога святых Своей, Бог Израилев. Ты, Божий пророкий и патриарх, Илья, Иси, Иенок, Моисей, Самуила, Арун, Гиев, Али, Нуй, Иосиф, Ездра, Немея, Довум, Исайя, Еремея, Вару, Кезиди, Илья, Сирия, Илья, Агей, Сафоний, Захария, Амалахия, Дави, Нафан, Даниил, Михея, Авраам, Саак, Аков и прочие Божьи пророки. Молите Бога о нас. Слава Тебю, Господи, за святую Библию Твою, за дивных пророков Твоих, которые движимы и Духом Святым, изрекли, записали и сохранили все слова жизни для нас. Хвала Тебя из-за переводчиков Священного Писания. Испомни, Господи, Духом Пророческим, Святую Церковь Свою, доводение прихода Твоего. Наше отчастие из этой жизни не застало нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, как невеста жениху с горящими святильниками истинной веры, и засудами полными или добрых дел, доделанных в Духе Святом с любовью о любовь. Святые Божии, Святые Ангели, Архангели, Херувимы и Серафимы, все небесные силы Престолу Божьему предстоящему молите Бога о нас. Здесь сихвально апостолы, берегованный Петр Павел, Андрей Первозванный, евангелисты Матфея, Марк Лукая, святые апостолы Ака в земле испанского проповедовщика и прочие апостолы, молите Бога о нас. Господи, исполни у нас жажда и сердца наши жажды развещать погибшему миру о любви Твоей, что за наши грехи умер Христос спаситель на Долгородском кресте и провел свою причистую кровь на оставлении грехов и воплата за грех смертность. И Господь наш Иисус Христос занял наше место на кресте и ему слава во веки. Мечи, Господи, и соправитель мира, да продлится еще мир Владимира, Дональда, тех, тех, от кого это зависит. Нежно Рокоповича, на Котором послужу сполна на благоприятие, на славу Христа Бога нашему, определяй участь как Тебе угодно, Господи. Приготовь, готовь эту землю, эту вселенную к великим и страшным испытаниям, грядущим на нее за оставление слова Твоего. Коснись сердец многострадального народа израильского, нашего народа, всех народов, Господи, чтобы приняли Тебя, истинного Господа Иисуса Христа, воплощенного Слова Божия, приняли Тебя, поклонились во славу, воздали имя Его славу. Аминь. Святые мученики и мученицы Игнатия Богоносец, Полякар Сумиринский, Устин Философ, Космай Дамиан, Андрей Стратилат, Теор Мученик, Ленин Тримский, Калимент Анпирский, Афинник Аминдийский, Георгий Победоносец, Пантелеима, Сорок Святых Мучеников, Царь Николая, Царица Александра, Царица Весича, Лисица Емморга, Татьяна, Мария Анастасия, Преподобного мученица Елизавета, Святые Новому мученики Исповедники Российские, Владимир, Ленин, Иосиф и прочие, молите Бога о нас. Господи, укрепи сердца наши в Слове Твоем, дабы мы искренне верили в Тебя, в гадении в искушениях, скорби и печали, не допусти до принятия антихристовой печати, дабы никто не отошел от Тебя. Услышу, Господи, молитвы родителей о детях и детей родителях, дабы никто не оказался, опознавшим. Аминь. Цветы учтения церкви Василия Великая, Григория Богослова, Златоуст, Василий Великий, Ефрем Селик, Антонио Великий, Макарий Египетский, Макарий Александрийский, Антонио Феодосий Киропичевский, Коронелий Лисково-Пичевский, Иев Почайский, Сергий Радневский, Стефан Бернский, Серафим Саровский, Антопольский, Аншанхайский, Ангронштадский, Кирилл Мефодий, Митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский, Сильвест Роломский, все проповедующие Слово Божие, все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Господи, даруй истинных проповедников, истинных миссионеров, христианам, язычникам, аудеям, мусульманам, буддистам. Наши Господи научат вернуться в себя, взять крест свой и следовать за тобой до конца. Аминь. Святые Демы, мужья, жены, Фекла, первобученица, Фатина, Самарянина, Тотара, Феврония, Вера, Надежда, Любовь и Матери София, Наталья, Андрия, Екатерина, Варвара, Перепетой, Татьяна, Ирина, Ольга, Лена, Нина, Анастасия, Людмила, Мария, Магарина, Молите Бога о нас, Господи, дару послушания и молчания, доломудрия и стыдливой, женам и девам, и сохранив от поруганий и нападений недобрых людей, и укроти не покори всех восставших против истины, Анастасия, Галина, Любови, Жанны, Милы и прочих. Услыши все, Господи, вопиющих Тебя по корону с женам и мужьям, и дару главенства мужья всеми, и укрепи, Господи, их и их семьи, Аминь. Услышь нас, Господи, и прими нашу молитву, и воздяни рук в жертву вечернюю, благогухание приятное пред престолом благодати Твоей. Господи, Боже наш, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, Боже наш, исполни, услышь молитвы всех молящихся о нас, воплаканном, Божи всемогущим, прими нашу молитву о всех тех, кто заповедовал нам молиться о них, Аминь. Давай, Господи, слушай, и заслышай, Род Твоей. Аллилуйя, Аминь. Спасибо, Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Род Твоейлуйя, Аминь. Спасибо, Христос. Продолжение следует...